Мы хотели для вас показать, называется «Мой романс». «Мой романс» я назвал именно так, потому что, знаете, есть классический романс, да, вы все знаете. Они, на мой взгляд, как-то немножечко где-то там остались, в той эпохе, и мне захотелось немножко приблизить это и сделать более современным жанром. Вот для вас я спою несколько своих песен. Запомни меня этой осенью рыжей, когда я тебе признавался в любви, и желтые листья кружились над крышкой и нежно вожились на плечи твои. Запомни меня, мои губы и руки, Которые, Жанна, ласкарит тебя, Которые будут томить в разлуке И верить спасет ли нас Бог или судьба. Запомни меня, я тебя не обидел Ни словом, ни взглядом, ни жестом своим. Из тысяч красавиц тебя я увидел, Как счастлив я был, что тобою любим. Запомни меня, среди будин и хлопок, Когда-нибудь вспомни наш день или ночь, Мой ласковый шепот потом, Полушепот потом все опять повторялось точь в точь. Запомни меня, если хочешь запомнить, Без клика и боли меня вспоминай, Хочу я с собою тебя Все запомнить, а если не хочешь, Прости я и прощай. Если ты любишь, как я, бесконечно, Если живешь ты любовью и дышишь, Руку на грудь положи мне беспечно, Сердцебиение под ней услышишь. О, не считай их, в них силой волшебной Каждый порыв переполнит тобой. Так в роднике за струей целебной Прядает влага горячей струей. Пей, отдавайся минутам счастливым, Трепет блаженства всю душу обнимет. Пей и не спрашивай взором пытливым, Скоро ли сердце иссякнет, остынет. Остывшись в страсти музыка тиха, И горький привкус стал поцелуя, Но взгляде нет желаний сладкого греха. Когда ты смотришь на меня, Со мной танцуя, Как незаметный стремительный указ, Последний всполых отдаленного заката, Как будто лишь она сверчь для нас Звучит сегодня лунная саната. Как будто кто-то выдал и рассказал, Или в глаза чужие подглядели, Что это наш с тобой последний бал. Что чувства, будто листья облетели, Нас музыка ласкает все нежней, Невыносиме с тем объятий мука. На этом празднике, в сиянии огней, Нас поджидает долгожданная разлука. За окном царит сердитая зима, Украла сад и спряталась всем белым, Но в этот час она уместна и весьма. Как будто наш союз перечеркнула мелом, Давай сейчас простимся и тайком, Но одиночки этот зал покинем. Невыносим нас, свидетель дом, К нему зимой следы заметены отныне. Невыносим нас, свидетель дом, К нему зимой следы заметены. Остающий страстью музыка тиха, И горьким привкус стал он поцелуя, На взгляде нет желания сладкого греха, Когда ты смотришь на меня, Со мной танцуя. Субтитры создавал DimaTorzok Я к розам хочу в тот единственный сад, Где лучший мир стоит изоград, Где стады помнят тебя, молодой, А я ее под Невской полной водой. В душистой тиши между царственных лип, Мне мачт корабельных мерещится скрип, А лебедь, как прежде, плывет сквозь века, Любуясь красой своего двойника. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой И тайной любви. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой любви. И замертво спят сотни тысяч шагов Врагов и друзей, друзей и врагов, Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой Любви. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой любви. И все в первом утром и яшмой горит, Но свет источник таинственно скрыт, А лебедь, как прежде, плывет сквозь века Любуясь красой своего двойника. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой Любви. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой любви. При свете лампады над тусклым столом Монах седовласый сидит, И рукопись держит в высохших руках, И в рукопись молча глядит. Из странной пламя вставая дрожит На умном лице старика. Старик неподвижен, И только порой листы отгибает рука. И верит он барда певучим словам, Хоть дней тех давно не видать, А не перед ним его гелий немой Про них ему сладко читать. И сладко и горько, Ведь жили же они, И верили тайной звезде, И взор на распятие, И тихо слеза Бежит по густой бороде. Эти строчки им писала Фанасия Фет. И следующий роман тоже на его стихи Называется он «Монастырь». Монастырь. Ты спишь один, Забыть на месте диком Старинный монастырь. Твой свод упал, Кругом летает с криком Сова и недопы. И стекол нет, И свищет вихрь ночи Во впадину окна. Да плющ растет, Да устремляет очи, Полночная луна. И кто-то там, Мелькает в свете лунном, Блестит его упор, И слышат сан На полносте чугунном Шаги и звуки шпур. И грустную симфонию печали Звучит на тьме орган, То тихо все, Как будто вечно спали И стены и орган. Ты спишь один, Забыть на месте диком Старинный монастырь. Старинный монастырь. Старинный монастырь. Сергей Есенин. Старинный монастырь. Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно у бабочек легкая стая Замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер Близо к сердцу желтеющий дом, Мудрый ветер по самые плечи Загорел на березке подон. И в душе, и в долине прохлада Сидит суром, как стадо овец. Загорит, как смолвшего сада Так просвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бежливо Так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как веками ива Напрокинуться в розовость тьму, Хорошо бы настолько улыбаясь Мордой месяц все наживать. Где ты, где моя тихая радость, Все любя, ничего не желать. Где ты, где моя тихая радость, Все любя, ничего не желать. Закружилась листма золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек, легкая стая Замиранием летит на звезду. Свеж и душист твой волшебный венок, Всех в нем цветов благовония слышны, Кудри твои, так обильно и пышно. Свеж и душист твой волшебный венок, Свеж и душист твой волшебный венок. Ясно взорогубительность, Сила нет, я не верю, что ты не любила. Свеж и душист твой волшебный венок, Свеж и душист твой волшебный венок. Счастью сердце легко предается, Мне близ тебя хорошо и поется, Свежий и душист твой волшебный венок. Все в ней гармония, все диво, Все выше мира и страстей. Она покоится стыкливо В красе торжественность своей. Она кругом себя взирает, Ей нет соперниц, нет подруг, Красавец нашим бледный круг, В ее сиянии, исчезая. Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное свидание, Какой б сердце ни беда, Изыкровенное желание. Но, встретив с ней смущенный ты, Вдруг остановишься невольно, Благоговея богомольно, Перед святыней красоты. Александр Сергеевич Пушкин Не бойся вечернего сада, На дом оглянись назад, Смотри, как все окна фасада, Зарей вечерний горяк. Поверь мне, туман не коснется Головки малюнки твоей, Поверь, не одна взомнется Из этих прекрасных кудрей. Поверь, что природа так гибко Твоим покорится отчам, Поверь мне, что эта улыбка Царится и дням, и ночам. Забудники вечер ждожны, Ответствуйте, милый моей, Поверь мне, что узкой подошвы Расса не коснется твоей. Не бойся вечернего сада, На дом оглянись назад, Смотри, как все окна фасада, Зарей вечерний горяк. Тай-да-да, 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 Смотри, как все окна фасада, Зарей вечерний горяк. Все говорят, его талант от Бога. А если от черта, что тогда? Выстраиваясь медленно в эпоху, Не шатка и не валка шли года. И жил талант, больной, нелепый, хмурый, Всего гомеры, знавший на зубок, Его считал своей креатурой, Тогда еще существовавший Бог. Бог находил, что слог его прекрасен, Что на земле таких наперечет. Но с Богом был, конечно, не согласен. Тогда еще не отмененный черт. Таланту черт твердил, Опомнись, бездарь, Кому теперь стихи твои нужны? Ведь ты, как все, исчезнешь В адской бездне. Расслабься, не тягощай вины. И шел талант в кабак И расслаблялся. Он пил серьез, Он вдохновенно пил, Так пил, что черт глядел И умилялся. Талант себя талантливый губил. Бог тоже не дремал В коморке утлой, Где стол, перо И пузырек чернил. Он возникал раскаянием под утро, Загадочными строчками дразнил. Вставал талант, Почесываясь сон, На утерянную личность обретал. И банка огуречного рассола Была ему нужнее, чем нектар. Небритый, с пересохшими губами, Упрямо ждал он часа своего. И строчки на бумаге Проступали, Как письмена отдельно от него. Не было столько гнева и напора В самом возникновении этих строк. Талант, как на медведя, Шел на Бога. И черта скручивал В бараний рог. Талант работал зло, Ожесточенно, Перемокая в собственную боль. Теперь он Богом был. И был он чертом. А этот значок был Самим собой. И восходило солнце над строкою. Крестился черт. И чертыхался Бог. Да как же смог он Написать такое? А он еще И не такое Мог. Эти строчки написал Роберт Рождественский. Мне кажется, очень точно Он все отметил. Следующий романс на стихе Андрея Дмитриевича Дементьева. Спускалась женщина к реке Красивой и Рожигового. Я для нее одно лишь слово Писал на выжженном песке. Она его читала вслух. Я люблю, мне говорила. И повторяла, милый, милый Так что захватывал в ду Мы с ней сидели на песке И солнце грело наши спины Шумели сосны и спорины Грачи кричали вдалеке Я в честь ее стихи слагал Переплывал быстрее в нашу Чтобы сорвать букет ромаш И положить к ее ногам Она смеялась и читала И лепестки из цветов рвала Только ряд моих ей не хватало Только сумеверной была С тех пор прошло немало лет Глаза закрою, вижу снова Как я вижу одно лишь слово Которому забвения нет Девушка пела в церковном хоре О всех несчастных в чужом краю О всех кораблях, ушедших в море О всех забывших радость свою Так пел ее голос, летящий в купол И луч сиял на белом плече И каждый из мрака Смотрел и слушал Как белое платье пело в луче И всем казалось, что радость будет Что в тихой заводе все корабли Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели И голос был сладок И луч был тонок Только высоко У царских врат Причастный к тайну Плакал ребенок О том, что никто Не придет Назад Александр Блок И, ну, конечно, узнали от стихотворения И романс На стихе современного поэта Санкт-Петербурга Сергея Стукава Романс неразбитой мечты Уведешь и подаришь мне ночь И звезду, что упала за речку И поставлю я Господу свечку За осенний назойливый дождь За ветраж неразбитой мечты За дыхание слов неизбитых За надежды твои молитвы И за осенью наши цветы В грустной правде чарующей лыжи Я решусь навсегда раствориться Буду тихо мечтать и молиться За надежды своей миражи Ты прости Я немного прослушен и краснею Совсем не в попад Мне лет в заброшенный сад Как и я позабытый ненужен На аллеях и в небе Листва и асфальт Ослепленный листвою В океане дождя упокоен А стихи — это просто слова Неразбиты пока ветражи Я живу, я пишу и болею Никогда прошептать не посмею Грустной правды чарующей лыжи Чарующей лыжи Дорогие друзья, вот я познакомил вас с фрагментом программы, которая называется «Мой романс». Она у меня, кстати, все время видоизменяется, потому что я что-то досочиняю туда, какие-то новые стихи разучиваю. Мне хочется, ну, это живая программа И вообще я все программы в основном составляю, ну, их дополняю где-то перед концертом Потому что, ну, чтобы быть честными и с собой, и с вами То есть я ловлю те какие-то фибры своей души Вот чтобы, ну, они не всегда как бы вот откликаются на тот или иной романс Что-то ближе вот сегодня, что-то ближе завтра Ну, может быть, когда-то их будут исполнять какие-то другие исполнители, молодые Или, может быть, известные Им, может быть, будет проще, знаете, как певцы Они в основном выучивают и выходят Уже поют готовое произведение А композитору, ну, с одной стороны труднее, с другой стороны ответственнее Потому что хочется донести так, как это, ну, на самом деле сочинено И надеюсь, что вы их услышали Я ни в коей мере не испортил те стихи Потому что многие поэты считают, что вот стихотворение Это уже совсем готовая форма И к нему не нужна уже никакая огранка А музыка, ну, может раскрасить, может, конечно, сделать стихотворение лучше Может и сделать, может быть, и хуже Вот я надеюсь, что все-таки я сделал их как-то лучше И немножко оживил, потому что считаю, что задача композитора сделать как бы вот картинку, да, чтобы вы увидели это И вот те романсы, которые, ну, классические романсы, конечно, это замечательные произведения, которые писали Рахманинфы, Петр Ильич Чайковский Ну, вот мне захотелось немножко сделать что-то свое Спасибо вам большое, что вы выслушали А дальше я продолжу уже своими песнями, записанными с оркестром Будет немножечко погромче Ну, я думаю, что это то же самое, те же романсы, просто немножечко исполненные с ансамблем Представьте, что я сейчас пел не один, а со мной был уже коллектив Итак, песня с нового моего альбома, которая называется «На луне» Решил уйти и петь там романс Если бы ночь была такой яркой, как солнечный день Я бы всю ночь читал тебе и на тебя глядя Так же, как путь в той ночи, что замерзав прилет Вдруг почему-то ощутил рядышком огонем Есть где-то далеко Остром, где линько Есть где-то на луне Места тебе нет Если бы я не писал стихи, я бы написал роман Там бы все любой грехи жизни попала Дети, которые были пури, девочки и лисы Ветер, который внезапно стих, когда он должен хрустеть И бездомный простор, и дальний И художник простой Мир нам вместе растая Есть где-то на луне Есть где-то на луне Места тебе и мне Места тебе и мне Если бы ночь была такой яркой, как солнечный день Я бы всю ночь читал тебе и на тебя глядя Есть где-то далеко Остром, где линько Есть где-то на луне Места тебе и мне Есть Я думаю, у каждого есть такое место, да? Может быть, не на луне, но где-нибудь такое укромное-укромное, да? Следующая песня называется «Люди зеленые» Я ее посвятил своим собратьям Людям, которые вот таким романтикам Которые не боятся Ходят с палатками в горы, в леса, с гитарами Вот такая романтичная песня Называется «Люди зеленые» Мы люди зеленые, в небо влюбленные В даре унесенные от городов Чтобы хоть на миг вздохнуть свободно Такие вот странные люди Влюбляемся мы и любим И вечно куда-то спешим За песней За песней Для души Такие вот странные люди, влюбляемся мы и любим, И вечно куда-то спешим за песней для души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь все просто. В жизни все просто, где-то твой остров. Видел вдали, только ты, пожалуйста, живи. Такие вот странные люди, влюбляемся мы и любим, И вечно куда-то спешим за песня для души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы люди зеленые, в небо влюбленное, Дарь несетный от городов, что выходит на мир. Продолжение следует...